МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Это программа День с толком в студии Елены Кузовкины. Здравствуйте! Смотрите выпуски. Движения нет. Светофоры Павловского тракта на ремонте. На Алтае создают новый национальный парк Горная Колывань. В Михайловском районе считают убытки урожаем этого года. Довольны не все. Но в начале об отопительном сезоне он стартовал сегодня. В течение дня тепло должно появиться в некоторых домах Барнаула. В первую же очередь его подают в детские сады, школы и больницы. Напомним, что в жилые дома тепло подают по заявлению ТСЖ. Поэтому, если сезон стартовал, а отопления у вас нет, нужно обратиться в управляющую компанию или дежурную службу города. Павловский тракт на целый день превратился в одну большую пробку. Сегодня там на разных участках поочередно отключают светофоры. ГИБДД заранее предупреждала горожан, однако заторов избежать не удалось. Светофоры в этом районе города сегодня на техобслуживании. На Павловском тракте работают сотрудники госинспекции, но они не справляются с потоком машин. Люди часами стоят в пробках. В администрации города пообещали, что светофоры заработают примерно в 16.00. Накануне в Барнауле произошло массовое ДТП. КамАЗ въехал в автобус. В итоге пострадал еще и Лексус. Авария произошла накануне вечером на Азминогорском тракте. Водитель КамАЗа не выдержал дистанцию, наехал на автобус. Досталось и Лексусу. К счастью, из людей никто особо не пострадал. В ГИБДД нам сообщили, что медицинская помощь потребовалась только 77-летней пассажирке автобуса. Псевдобаром объявили войну уже на федеральном уровне. Госдума одобрила в первом чтении очень важные поправки. В перспективе условия розничной продажи алкоголя в многоквартирных домах будут устанавливать сами регионы. В Госдуме подчеркнули, что поправки направлены не против добросовестного бизнеса, а против кафе, где людей не кормят, а поят. Располагаются эти псевдобары, как правило, на первых этажах многоэтажек. Шум на веселье мешает жильцам спать и нередкий случай драк в дворах. Кстати, Алтай воюет с псевдобарами несколько лет. В 2016 году после долгих обсуждений был принят краевой закон, который ввел особые нормы к такому общепиту. Минимум 6 столов, барный зал, отдельно от зала торговли, туалет, вход не со стороны подъезда. Из-за изменений на федеральном уровне эти нормы отменили. Если Госдума примет законопроект, то региональные власти смогут устанавливать свои правила в борьбе с недобросовестными компаниями. А вот мотивы борьбы со следующим общепитом непонятны. Администрации краевой столицы требуют снести кофейню, которая выросла на месте барнаульского разлома. Власти подали в суд на собственника земли. По мнению чиновников, кафе там стоит незаконно. Правда, владелец заведения так не считает. Барнаульский разлом за годы своего существования практически стал местной достопримечательностью. Распиленные многоэтажки теперь остались только городской легенды. Однако скандалы, которые возникли по поводу территории, на которой велось их строительство, не утихают до сих пор. Весной на месте развален по разрешению собственника земли частный предприниматель Алексей Балымов поставил небольшую кофейню. Власти города здание сразу же сочли незаконным и теперь настаивают на сносе. Указанный объект является объектом капитального строительства, а соответственно должно быть разрешение на строительство. Владелец точки утверждает, постройка не капитальная. Это значит, что на частной земле ее можно возводить без спроса. Со слов администрации здание нужно снести еще и потому, что оно стоит на постоянном фундаменте. Давайте посмотрим, как выглядит этот фундамент. Если наклониться, тут можно увидеть, что бетонного покрытия здесь, кроме вот этих камней, нет. Я, конечно, не строитель, но, как мне кажется, на фундамент это мало похоже. То есть кофейню легко перемещать с места на место. Как делали экспертизу несуществующего фундамента – вопрос. Мы не смогли связаться с Алексеем Балымовым, но его фраза о возможном будущем территории барнаульского разлома разлетелась по соцсетям. Если суд примет решение о сносе, я устрою шоу, сниму полы в павильоне, подложу трубы под его каркас и перетащу на участок, который в моей собственности. Пусть сотрудники комитета ищут фундамент в щебеночной подушке и свое реноме. А на освободившемся участке поставлю шесть туалетов. Тем временем некоторые барнаульцы и даже приезжие туристы вспоминают распиленную семиэтажку. И даже не против ее вернуть, как памятник архитектуры. Но и кофейня на месте руин их нисколько не смущает. Хотелось бы, чтобы это место по-прежнему привлекало туристов. Чтобы, например, люди могли прийти в парк или в кафе и там услышать историю того, что было на этом месте раньше. И таким образом эта городская легенда бы оставалась живой и по-прежнему отражала какую-то часть истории города. А вот еще несколько вариантов застройки пустыря от горожан. Я, как мама детей, открыла бы какой-то детский центр здесь. У нас в центре очень мало фонтан, клумба. Ну, что-то такое. Какой-то уголок отдыха красивый. Теоретически, если в здании кофейни открыть нотариальную контору, постройка станет законной. Это со слов городских властей. Якобы разрешение есть только на бизнес подобного рода. Однако сносить или нет, решит уже суд. Но, скорее всего, история на этом не закончится. Участок так и тянет к разломам. Полина Жданова, Илья Халяпин. День с толком. Уборочная кампания в Алтайском крае завершается. А в Минсельхозе отмечают высокое качество зерна. Но с этим согласны не все. Например, в Михайловском районе уже боятся, что урожай этого года будет в два раза меньше прошлого. Урожай, значит, составил. Сентер-гитаро подработанное, видите, он мелкий. Не хватило воды, ему налиться. Масленичный сорт. И у нас никогда такого не было. Но благодаря засухе, опять же, такие результаты. Засуха этого года сильно ударила по объемам и качеству всего урожая. Фермер из Михайловского района Виктор Дафт выращивает сою, чечевицу, подсолнечник, пшеницу уже 30 лет. И впервые зернохранилище в сентябре полупустые. Во всем виновата погода, жалуется фермер. Подробнее о проблеме расскажем в вечернем выпуске. К 2023 году в крае должен появиться национальный парк площадью в 200 тысяч гектаров. В Краевом министерстве природных ресурсов обсудили создание новой особо охраняемой территории федерального значения – Горная Колывань. По словам участников, об охране в особом режиме части Алтайских предгорий говорили еще 25 лет назад. До конкретной работы дошли только сейчас с запуском национального проекта «Экология». К тому же природе региона все больше угрожает добыча полезных ископаемых и бесконтрольный туризм. Это регионы, где концентрируется биологическое разнообразие. Мы этой частью входим в Алтай-Саянский экорегион глобальный, который входит в список 200 регионов в мире, обладающих максимальным биологическим разнообразием. Наиболее значимые объекты будущего нацпра – парк «Околыванский барок», «Озера белая», «Колыванская маховая», «Гора Синюха». К тому же эти территории заселены множеством краснокнижных видов животных и птиц. Парк займет часть Третьяковского, Куринского, Краснощоковского районов. Также, по словам Грибкова, жители Солонешинского района предлагают включить в охраняемую зону часть устья реки Ануи, чтобы защитить его от дальнейшей добычи золота. Согласно предварительному проекту, туда может войти и часть уже существующей охраняемой территории Чинитинского заказника. Сейчас власти работают над экологическим обоснованием нацпарка и общаются с населением. Не все местные жители согласны с появлением особой территории. Напомним, что до конца этого года в крае должен появиться еще один нацпарк – Тогул. Правда, некоторые общественники сомневаются, что краевые власти завершат работу в срок. А тем временем, один из труднодоступных водопадов России – Учар в Республике Алтая вошел в пятерку самых красивых и впечатляющих водопадов страны. Рейтинг составлен на основе мнения пользователей социальных сетей. Самым красивым туристы признали Крымский водопад Джур-Джур, затем Чигемские водопады в Кабардин-Балкарии, 33 водопада в окрестностях Сочи, Кивач в Карелии и Алтайский водопад, или точнее Водоскат Учар. Семь лет назад Сибирский водопад вошел еще и в пятерку самых труднодоступных достопримечательностей России. Кстати, слово Учара и означает «неприступный». Путь к нему – это четыре часа по обрывистой горной тропе, а кое-где пройти можно только с помощью тросов. Через несколько секунд по погоде спонсор прогноза – компания «Эвалара». У меня к этому часу все новости. Итоги дня подведем вечером. До встречи.